День знаний уже совсем близко. Остались последние приготовления. Такие, как выбор праздничного букета. Давайте попробуем разобраться, какой он – букет учителю 2020. Итак, важный момент – это удобство. В первую очередь, должно быть удобно и комфортно ребенку держать букет либо композицию в руках. Особенно, если речь идет о первоклассе. То есть, букет должен быть компактным, ни в коем случае не должен быть тяжелым. Помимо классических букетов, сейчас особой популярностью пользуются композиции. За счет специальной губочки на основании, которую можно поливать, цветы в таком варианте держатся долго. А для оригинального букета учителю можно применить разные геометрические предметы. Велик выбор декора. Это можно все использовать. Можно делать различные каркасы. То есть, как раз можно сделать в форме геометрической фигуры, в форме квадрата букет. И он будет уместен для учителя математики. Можно использовать тетради в качестве каркаса, скажем, в линейку. Это будет уместно для учителя русского языка. Главными мотивами в трендовых букетах являются естественность и простота. Модные цветочные композиции этого года должны создавать впечатление, что цветы как будто бы растут на лужайке в естественной среде. С чего обычно начинается композиция? У нас уже готова основа. С чего дальше? Какой алгоритм создания композиции? Ну, начинаем с крупных цветов, получается, и потом уже заканчиваем с мелкими. Это у нас стой розов. В принципе, можно, наверное, взять сразу гермини. Композиция рождается в вашей голове. Вы уже имеете представление, как это будет? Или всегда сложно предугадать? Ну, сложно, наверное, предугадать. Но в целом, наверное, все-таки мы понимаем примерно, что хотим увидеть и что хочет наш клиент. У нас осенняя тема? Осенняя тема, да. Это у нас для нашей коллекции осенней. В букете учителю будем использовать кустовую розу, сантиньи и герберы. Украшения в виде листьев дуба и плодов шиповника. Яркие краски в осеннем стиле. Как раз то, что нужно. Наталья, расскажите, а вы ориентируетесь на европейскую флористику? Да, конечно, ориентируемся. Но сейчас у нас в России появилось очень много флористов с мировым именем. Поэтому мы смотрим их семинары. Как-то, наверное, больше все-таки... И ориентируетесь уже на наших, на своих? На своих. То есть таланты у нас есть в России в этом направлении. Топовые флористы предлагают богатые и захватывающие букеты из множества разных типов цветков, которые удивительно сочетаются в одной модной композиции, обращая на себя внимание всех и каждого. Немаловажно также и цветовое решение. Оттенок каждого цветочка должен гармонировать как с упаковкой, ленточками, так и сочетаться с другими растениями. Классические розы и хризантемы в букете – проверенный вариант. А из диковинных цветов можно выбрать лотос и протею. Кстати, они очень долго стоят в воде. Более двух, а порой трех недель. Тем временем наша композиция уже готова. Она получилась яркой, солнечной и красивой. Учителю такой букет понравится? Да, я думаю, нашим учителям должно понравиться. Первое сентября уже не за горами. О букете любимому учителю стоит побеспокоиться заранее. Недорогой букет будет стоить около полутора тысяч рублей. А за 4-5 тысяч вы получите уже шикарную композицию. И какие бы цветы вы не выбрали, самое главное – это внимание и добрые пожелания. Алла Сталаева, Денис Корнев, Первый Матищинский.